Сегодня у нас презентация нашего нового мультфильма под названием «Инстанта». В анимационной студии мультиата сегодня небольшой праздник. Ребята впервые увидят свое творение в завершенном виде. Жили у бабули две козы-бедули. Меня папа, Бонни мама, уши как ходули. 95% мультипликационных фильмов в настоящее время делается с помощью компьютерных программ. Но в этой студии все по старинке, так как создавали анимационные произведения Уолл Дисней или уже позднее Вячеслав Котеночкин. Эта технология называется стоп-ошн. То есть они делают из картона марионетки, скрепляют ручки-ножки и двигают их. И фотографируют камерой. То есть у нас есть мультстанок. Они кладут на стекло эту свою марионетку, которую сделали, которую придумали героя. Собственно, это самое сложное – придумать интересного героя. Потом начинают двигать и фотографировать, двигать и фотографировать. После премьеры мультфильма небольшая пресс-конференция с ее участниками, где каждый поделился впечатлениями о работе над проектом. Мне понравилось озвучивать бабушку от дочи, но было сложно озвучивать, потому что я очень сложно выделяю, либо точку выделяю. По сути, студия возникла случайно, но как коммерческий проект. Один из родителей попросил сделать небольшой анимационный ролик из рисунков его детей на память и даже готов был денег заплатить. Потом появился еще один заказчик, но постепенно денежная составляющая сошла на нет, а вот запал и вдохновение остались. Когда мы начали делать мультики, по-моему, с первого класса, я только начала так увлекаться прям сильно. Мне нравится двигать вот неживых героев, нарисованных, просто их двигать и оживлять. У ребят есть мечта принять участие в каком-нибудь крупном фестивале анимационных фильмов. Но пока они обкатывают свои картины на районных творческих конкурсах, где неизменно занимают высшие места. При создании мультфильма используется масса всевозможных материалов, что создает определенные проблемы юным мультипликаторам. Трудность была в том, что есть липкая мастика, и она не должна оставить следов. Иначе либо мультфильм не получится, либо будет загрязненный экран, и ничего не получится. Надо будет переснимать заново все. Это интересно и очень захватывающе, когда ты осознаешься, что ты сам сделал мультик. Студия существует уже 4 года, активных участников в ней 8-10 человек. Но вклад в создание фильма делает, как правило, куда больше людей. Работа над одним мультфильмом длится больше полугода. И воспитываем, и обучаем, и развиваемся, и познаем. И не только познают ребята, я вместе с ними узнаю очень много нового. И они меня обучают. Не только я их, а они меня. А это, знаете, как радостно, когда детки тебя обучают чему-то новому, креативному. Несмотря на то, что закончена работа над довольно внушительным мультипликационным полотном, многие уже вплотную задумываются над концепцией следующего творения. Там будут ноги, которые могут двигаться. Там будет то, что они могут ходить зимой в валенках, то, что они могут по пляжу босиком бегать. И то, что мальчик твердит это маме, она говорит то, что он перестанет болтать ногами. Сколько можно повторять. У всех впереди много планов, задумок, поисков. И самое прекрасное, что неважно, станет ли кто-то из этих ребят настоящим мультипликатором. Главное, что уже сейчас они растут творческими, увлекающимися людьми. Спасибо, дорогой телевидение за депортаж! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.